Это моя стихия, это мой долг. Я тоже заходил в лагерь, как образовывали. А мне не единственный лагерь на весь Советский Союз. Тебе уже 18 лет, девушка большая. И так с собой распоряжаешься у кого-то ночуешь. Ты вовле или нет? И ела, пила там. Да. Конечно. Так, я перед Богом чист. Я умолял, я просил, я кричал, и ты не слышала. Пила ела, твой путь такой и будет. Ты никому будешь не нужна. Нормально завыш не выйдешь. Нормально жить в семье не будешь. У тебя ничего не будет, сатана тебя подведет с пятого этажа спрыгивать. Я тебе заранее скажу. Вот такие люди, они быстро решают свою участь. Все время тебя тащить с ложечки, кормить этого не будет. Тебе уже 18 лет. Ты остаешься, тебя развести нет. А меня всего трясет здесь. Пиши, стучи, Сергей. Пусть она не нащурит. Не видно поехать забери ее, если не поздно уже. А ведь нет этого. А тебе даже можно никакой нету. Распоясывалось. Ты понимаешь, почему я так говорю? У тебя не бой второй жизни. И царство небесное мимо прошло. Тебе не интересно. Сидишь и какие-то кубики, там руби, другие. Глупость на глупость. Я тебе это из этих покажу книжек. Ты не знаешь. Какие места писания? Вот 12 мест писания. Вы тоже заучиваете. Смотрите, какие прекрасные места. Люди сделали. Желтое и черное совмещаются. Везде из Библии, из Библии, из Библии. Слово Библии. 12 расписей. Какая красота. О вас заботится, я не могу сказать, как. Как отец родной не заботился ни одной минуты о вас. Ему все равно. Вы живые, не живые. На ногах-то не стоит. Я хочу, чтобы у тебя был страх, Боже. Ты себя оценила. Ты с Татьяной Кузьменишей побеседуй, когда ее мать, ее мать, остались одни. И родители, кажется, арестовались. Когда арестовывались. И она осталась. Старше было лет 13. Или меньше. Зима. И они пилу достали. И углы у дома опиливали, чтобы затопить. Дом-то мог развалиться. Вот как. Где, чего достануть, ничего нет. Родна говорит. Вы знали, там заехал один какой-то татарин. Говорит, там лошадь сдохла. Так мы скорее ночью отдохлой лошадью хоть маленько что-то отрезать. У вас сегодня доставки сегодня? Этого не будет. Помогать в мир с кем? Этого не будет. Я за то, чтобы был в порт вам помочь. Встать на ноги. Училисты. Завалила предметов. Все, как ты учились бы. Чего бы было? Училище задохнулось. Сколько предметов не сдала? Три. На практике сколько часов пропустила? Я все... Да у тебя все завалено, завалено. А я больше не сдам. Не хвали за то, что в днем и боди. Знаешь, что он родит тебе 29,5 тысячи. Везде у тебя заварзло всегда. Ни по-мерзки, ни по-божественному, никак. То есть у тебя несет как какую-то щепку в половоде. Ни страха Божия, ни стыда нет. Звонить надо. Не звони, прошу. Никому не звони. Это деньги стоят. Я вот здесь нахожусь, я никому не звоню. Бывает, когда ехали, застряла машина. Тогда я позвоню один раз. Больше не звоню. Зачем? Телеку. Я в себя убеждаю. Телефон не изобрели, обойдусь. Я хочу позвонить брату. Зачем? Что тебе это даст? Ума доставить? Предмет вдруг появится, пятерка? Нет, конечно. Ты иностранный язык какой-то знаешь? Нет. Да нет, не знать не будешь. А ты бы учила сейчас не английский, а китайский. Китайцы тут будут, может быть. В китайские жены пойдешь. Там тебя живо научат. В чеченские выхи попадешь, тебя научат ходить по одной плашке. Русские люди тебя ничему не научили. Ты пришла и... Я вижу, ты уже скучаешь. Надо пойти купаться. Холодно сегодня. Все пиджака ходят. Леша зашел в пиджаки. Это я тебе предисловие говорю. Я сегодня посмотрел, а ты мне столько переживаний дала за прошлую неделю. И у меня перечислено все твои неуды, неудачи. Звонит домой. Кто там? Ну, я знаю, как учитель или как назвать там. Какой резервист. Нет, вы телефоны отключили, они спят. Вы первую схватите со стола, что в рот попадет. Вы живете, как самые плохие безбожники. Зачем телефон отключаете на ночь? Почему учитель не может дозвониться? Надежда Днуха Савинцева не может дозвониться. Сергей не может дозвониться. Вы от кого спрятались? Если я скажу, завтра вам никто не будет звонить. Почему? Потому что у вас сестра дня, там, сестра Андреева или кто-то, она наседает. Она к властям обращается. Нам эта неприятность тоже не нужна, потому что вы не на нашей стороне. Ты сразу скажешь, а меня не притесняли. Я хотел экзамен сдавать, они не дали мне сдать. Ты начнешь плести такое колесицу? Мне бы в копеечку покажется. Я знаю это. Сатана тобой крутит, как хочет. 18 лет. И ты ни во что ставишь. Кто ты такая? Я тебе не знаю, кто ты такая. Ты обманываешь всех нас. Ничего, я сдам в прошлый раз. Я успею, я сдам. Села. Ничего ты не сдала, еще больше у тебя пропусков, неудах. И тебя ни до работы не допускать нигде нельзя. Что училась, что не училась. Про тебя училище-то знают все. Все данные выложили мне в интернете. Ты говоришь, где? Сзади я тебя открою, посчитаешь в скайпе. Сейчас поедим, ты ко мне пойдешь. И ты по каждому предмету будешь отвечать. Понимаешь? Я говорю в пустоту. Тебе это не надо. Кто услышит, все вы к ней приставили. У тебя защитников очень много. Те, которые в ад прописаны. Они все за тебя. За тебя, верующих-то, никого нету. Все только ужасаются. Как же так? Мать умерла. Четверо оставлюсь, дети никого не слушаются. Я вас специально на работу никуда не беру, чтобы вы отдохнули, сил набрались. А у нас работа здесь я сегодня пашу и пашу. Вчера на боку лежу, на боку ползу и полю лук. Я не могу никак наклониться. Только большой длинный мешок. Я на мешке передвигаюсь. Смешно смотреть. Мы все сделали. Готовимся встречать гостей. Пусть Господь эту броню твою, которая ты запечаталась от верующих, от Христа, разобьет. Пусть будет по воле Божией. Притом ты и здоровье у тебя не худышное. Ты, как раз, из больницы не вылазишь. Тебе надо себя так говорить. Завтрашнего дня я тебе сказал. Володя есть мед. Утром проспорка, святая вода, чуть-чуть. И помолились только сразу. Ложка меда и подогреты березовый сок. Кружку. За час до еды. Ты согласна или нет? Согласна. А? Согласна. Согласна. А что причем березового? Действительно, тебе все равно? Нет, я всегда так делаю. У меня привезли девочку такую, похожую на тебя. И сразу сказали, она больная. Польщики и другое. Она уже через две недели футбол играла. Я не врач. Я в утром чувствую, что тебе надо. И ничего, врод, не бери до завтрака. Если нет, ты скажешь, мне это не надо. Тебе нужно шоколадку, врод и холода, ноздрей. Игра кончилась. Я ничего больше не могу сказать. Я тебе сказал, не звони. Ты слышишь меня, или будешь звонить? Я не звоню. А? Я не буду. Не звони. Тебе нечего сообщать. Ты опустошенная. Пусть к тебе обращаются. Так же. Господи, благослови нас. И помилуй, и бразними. Походи, сколько полный патрон. Ты рукой не можешь достать. Династикой занимайся. Непрерывно. В таком возрасте, в 18 лет, рукой пол не можешь достать. А ты головой должна доставать. У тебя уже захрясло все. Как будто старуха 50-70 летняя. Богу слава. Я тебе говорю, ты обижаешься, нет? Смотри. Долго не буду возить. Сделали все возможное. Я говорил, фонд создать. Не меньше, чем в себе значим числом. Четверо-лебедишек, подрастайте. А будете смешаться, это все будет засушено. Все, которое получают, не посылайте. Да копейки кладем туда. Вы сами знаете, когда можно было купить электрические, и какой-то там добавим. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, чем за все нас. Садитесь. Рыбу, пирог теперь опять сделали. В общем так, пирог такой, что целая рыба была там, я ее вытащила, вон она в тарелке. Пирог без рыбы, без костей, поэтому, может быть, кто-то пирог... Так, нет, чашечки нет. Почему? Я работал целый день. Вон чашку, возьмите. В счета, Мисей. Как это, в счета? У тебя что это? Машка грызла меня, я полумерзкий пришел. Нет, я думала, клещ. Приверните, как-то. Надеюсь, что все на разделе не нет, и никакой. Сейчас я принесу, да. Чуть-чуть осталось. Лепешки какие-то, вот лепешки. Лепешки, да. Вот сухарики.